вечер добрый как свет далеких звезд доходит с большим опозданием до планеты земля так до нашей страны не доходит что уже давно пора заканчивать с местной сантой барбарой и рабыни из ауры американский сериал никак не хочет завершить наш эрманутый томас фермер ильвис мы уже думали все закончился его срок забудем но вот никак не может он закончить этот затянувшийся сериал в нем появляются все новые подробности и все больше людей начинают сомневаться в том что экс-президент по его же словам не обладает предпринимательскими склонностями и навыками так вот по данным земельного департамента хутору эрма принадлежит не только 82 гектара угодий но и кусок озера каристе а это озеро на минуточку заказник созданный для защиты водной среды обитания и понятно что ни один собственник участков прилегающих к озеру не имеет права ни на один метр этого охраняемого озера и только томас защитник водной среды ильвис имеет приличный личный кусок озера нам объясняют что когда ему возвращали землю предков были одни законы а потом они поменялись и больше озеро заказник по заказам частных лиц не распределялась ну вот так вышло я подозреваю что скоро дотошные журналисты или блогеры начнут выяснять а была ли еще одна история со случайными совпадениями в которой фигурирует экс-президент любитель недвижимости или вес не проживший советской эстонии не дня как будто сумел обзавестись желтыми картами и приватизировать за бесценок квартиру на томпио а потом продать ее уже за большие деньги и конечно права газета и степи в лехт когда в редакционной заметке сомневается в том что томас опора государственного туризма ильвис так уж беспомощен финансовой хитрометрии только закончив договор с фондов развития предпринимательства наш девелопер политического туризма шустро оформил ходатайство о компенсации расходов на будущее содержание хутора эрма в разумных пределах поскольку определение разумных пределов законе нет а пределы желаний нашего многострадального экс-президента кажутся беспредельны то в отличие от американской наша санта-барбара скоро не закончится что мне делать с проклятою бабой уж не хочет быть она царицей хочет быть владычицей морской и вот примерное содержание следующих серий во первых ура нам не придется оплачивать содержание двух батраков которые до сих пор трудились на этом хуторе во-вторых оправившись от ураганной критики чиновники принимаются отмазывать бывшего президента ссылаясь на то что на хуторе 10 лет осуществлялся политический туризм из маршрутов политического туризма по всей европе мне попался только тур по коррупционной праге за 25 евро с человека боюсь как бы в следующих сериях не пришлось рассказывать о необходимости доплатить за государственные памперсы и другие разумные предметы для обитателей то ли предприятия эрма-ма то ли хутора эрма то ли хуторской консультационной фирмы при этом все перечисленное делается по нашим законам а раз так какие могут быть претензии и и каждый раз когда или спускает за собой воду в канализацию сливаются деньги которые налогоплательщики зарабатывают своим трудом парадокс нашей страны заключается в том что плательщиков налогов становится все меньше а обеспечиваемых народными деньгами президентов все больше мы же помним что в демократическом обществе все равны но некоторые ровнее именно об этом наш вариант мексиканской рабыни и зауры которая тоже все делает по закону это многосерийная история в которой в роли незаслуженно оскорбленной выступает депутат парламента кейт пентус разиманус в какой-то мере ее супруг а также адвокат сим рода который по мнению истца в деле аутролла был нанят для вывода имущества и забанкротчены фирмы в новой серии интересные два момента истец а за ним и суд настаивал на рассмотрении в рамках дела электронной переписки кейт которая могла доказать ее участие во всей этой некрасивой истории хориевский уездный суд постановил представить ему электронную переписку депутата реформиста пентус разиманус с января 2008 по март 2011 года но канцелярия парламента не то что выдала переписку она обжаловала решение суда а это свое решение пометила грифом для служебного пользования до две тысячи девяносто первого года все это рассказали журналисты еженедельника ст экспресс пока суть до дела депутат разиманус вполне могла потерять всю эту переписку поскольку канцелярия сообщил ее требований суда сильно прыгала и потерялась а этот эпизод можно было бы и не рассказывать если бы не параллельная история с письмами депутатов того же риги когу то было и лази которые были выданы без всякого их ведома полиции безопасности получается но так случилось что письма депутата реформиста выдать суду нельзя а переписку депутатов центристов отдать полиции безопасности можно то есть все депутаты равны но некоторые ровнее и это выглядит удручающе поскольку подрывает доверие к инстанциям и ущемляет чувство справедливости и вот в очередной серии окружной суд полностью оставил без удовлетворения иск к разиманусом и газета деловых кругов а репеев назвала эту историю нашей как барабыни из ауры фарсом и позволила себе усомниться в объективности суда с этим нельзя не согласиться в прошлом году окружной суд постановил что депутата разиманус с привлечением адвоката рода занимались управлением фирмы аутеролла следовательно должны отвечать за вывод из нее активов прошел год и тот же суд может другом составе но при тех же законах решает что ничего такого не было фирма обанкротили деньги выявили но никто за это ответственности не несет а это печально вдвойне потому что при тех бесконечных коррупционных и просто скандалах сопровождающих деятельность нашего правительства вкупе с депутатами заседающими в советах предприятий в которых эти замечательные истории происходят оставалась одна надежда наш независимый суд она конечно умирает последний но ведь как хотелось бы чтоб она жила горе такую можно утопить в вине но с ним опять нехорошая история известно что для пополнения бюджета нынешнее правительство в три приема повышает акциз на алкоголь первый прием провели относительно успешно впереди второй но народу это все не понравилось и так государство принял закон который нам не нравится например задрал акциз на алкоголь так что в латвии зеленый эстонский змей обходится эстонским покупателям едва ли не на треть дешевле чем в эстонии государство недополучает налоги мои друзья хоть не в баллоне зато не тащут из семьи а гадость пьют из экономии хоть по утру да на свои что делает нормальная страна в таком случае перестает повышать налог на спиртное и возвращает своих покупателей в лоно семьи что делает наша страна она будет устанавливать на каждой дороге по которой можно проехать в латвию камеры наблюдения с возможностью идентификации номера машины и если вы будете слишком часто мотаться туда и обратно то вдруг из-за куста выскочит таможенник и проверить вас на предмет превышения допустимого объема покупки спиртного а давайте я вас на память из-под ружья щелкну не надо меня из ружья щелкать я может только жить начинаю на это латвийские продавцы перемещают магазины непосредственно к самой границе покупатели перестают в латвию ездить они теперь пользуются рюкзаком и передвигаются через границу на своих двоих переходить можно хоть до потери пульса если по дороге конечно не проверять качество приобретаемого напитка эстония ставит камеры с возможностью идентифицировать лицо и его выражение это уже становится историей с многочисленными друзьями оушена эстонские покупатели покупают головные уборы мусульманских женщин и продолжают обеспечивать себя и своих друзей дешевым нашим алкоголем из их латвии к тому времени алкоголь уже стоит наполовину меньше чем в эстонии так как в будущем году акциз поднимется еще на 10 процентов вопрос давали ли взятку продавцы и установщики камер видеонаблюдения нашим установщиком акцизов как вы понимаете дальше начинается строительство подземного тоннеля между эстонии и латвии которые помогают прокладывать приехавшие в эстонию военные беженцы имеющие опыт таких работ вопрос когда начнется водочная война между эстонии и латвии и кто победит это же рядом возмутительно война это не покер ее нельзя объявлять когда вздумается война это война это как бы все шутки но когда государство ставит во главу угла не развития экономики а собираемость налогов то примерно такая картина и образуется только к покупке алкоголя добавится вернее уже добавилось приобретение горючего для большегрузных автомобилей опять же в дружественной латвии гадиокцизы на дизельное топливо ниже наших машина зверь слушай будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса а если мы не будем воевать с латвией то вот например на неделе одна частная наша телекомпания эстонская обещала приз в 100 евро чистыми опрашивая зрителей боятся ли они войны россии с нато это не так по моему зашифровали войну россии с эстонии хотя может я и ошибаюсь такой вот подтекст в нашей жизни нагнетается как бы подспудно то какой-нибудь политик подпустит словцо едкое про сколько-нибудь часов на завоевание небольшой страны то военный заявит о готовности отреагировать то самолеты нызенько пролетают над городами и селами боясь потревожить покой лесных обитателей над лесами над полями то летать может сподручнее но эффекта как бы нет от полетов отстранить ста грамм не давать назначить дежурным вечным дежурным по аэродрому и как бы в нагрузку ко всем этим играм открывают у нас на периферии бронзовый бюст кавалеру рыцарского креста ноги сексу этих кавалеров говорят чуть больше сорока было в гитлеровской армии и добро бы там на могилке бюст поставили бог с ним но тут прямо в школе в которой учился харальд нугисекс вступивший в вермахт и присягнувший на верность гитлеру а потом влившийся в ряды эстонского легиона вафин эсэс авана и уэ в ярвам недавно открыли площадь памяти этого героя второй освободительной войны это я не оговорился на памятном камне так и вырезана второй освободительной войны вот так на периферии потихоньку пишется своя эстонская история второй мировой войны некоторые эстонские историки говорят что дескать какая там великая отечественная война была вторая мировая война так вот оказывается еще была вторая освободительная война и ее вел герой ноги секс вступивший добровольцем гитлеровской армии и что он делал на территории советской россии до 1943 года как он там вел освободительную войну и кого он там от кого освобождал большой вопрос дальше в составе эстонского легиона вафин эсэс он как принято считать современной политкорректной эстонской истории воевал за свободу эстонии как он эту свободу отставил в 1945 году в чехословакии опять трудно понять до эстония во время второй мировой войны оказалась между двумя жерновами советским и нацистским в первую советскую депортацию попали некоторые родственники ноги секса а когда советские войска уходили выяснилось что сгорел его родной хутор и погибли родственники это исподвигло скрывавшегося в лесах от советской мобилизации харальда ноги секса немедленно вступить в гитлеровскую армию это все понятно непонятно почему в школе надо ставить памятник герою гитлеровской армии говорить о его заслугах перед эстонией международная комиссия призывает нас как бы одинаково относиться к незаконным действиям как советской так и немецкой армии но вот герой гитлеровской армии достаивается бюста а если не дай бог кому-то придет в голову поставить друг в другой школе бюст скажем героя советского союза то это будет расценено как попрание всего святого сам ноги секс рассказывая о том как с боями отступал составе германской армии подчеркивает что в плен его взяли чехи которые но вот странные не делали различия немец ты или эстонец форма то одна вроде как эстонца то можно было бы и не трогать он же за свободу эстонии на территории чехословакии и вот молодых орлят эстонских воспитывают на этом героическом примере и эстонские специалисты от образования ратуют за обучение русских детей в эстонской школе там дескать они усвоят эстонский язык культуру и вот такую историю и постигнут всю глубину двойной морали в которой кавалер ордена рыцарский железный крест воевавший на территории россии за свободу эстонии герой а кавалер ордена там скажем герой советского союза преступник и оккупант вот фрау меркель показали портреты погибших советских лагерях государственных деятелей эстонии и она заметила что это преступление их надо расследовать а вот героя 2 освободительной войны одного из четырех эстонских кавалеров рыцарского железного креста как-то не стали афишировать когда мы говорим что ужасы второй мировой войны в прошлом что теперь можно спокойно относиться ко всем павшим или пострадавшим в этой войне то это можно понять и даже принять но нельзя принять ситуацию в которой одни павшие или пострадавшие герои а другие должны быть осуждены и это еще мягко сказано будьте здоровы и